Местные супермаркеты бьют тревогу. На складах закончились последние запасы фруктов и овощей. В связи с этим продукты в магазинах подорожают на 20%. На расстоянии 65 метров на сайте администрации города появился список объектов, возле которых запрещено теперь продавать алкогольную продукцию. Приголя окрасится в кислотно-зеленый цвет. Стоит ли волноваться местным жителям? Кавалерийские атаки, выстрелы винтовок и пушечные залпы. Сто лет спустя под Гусевом прошла реконструкция Гумбининского сражения. Три дня, 45 работ и больше 20 участников со всего мира. В Калининграде прошел фестиваль короткометражных фильмов «Короче». Об этих и других событиях понедельника, 25 августа, мы расскажем вам сегодня. Здравствуйте, в эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Вероника Сухачева и главной теме. На прилавках могут пропасть некоторые виды продуктов, а на овощи и фрукты сразу вырастет цена на 20%. Об этом сегодня сообщила одна из сетей местных супермаркетов. Проблемы с поставками коснутся яблок, груш, винограда, абрикосов, нектаринов и ягод. Это связано с тем, что старые запасы закончились, основами возникли проблемы. Так, из-за ужесточения требований со стороны таможни и Россельхознадзора с 19 по 22 августа на границе простояли 6 фур, которые пропустили только после личного вмешательства министра Дмитрия Чемакина. Кроме того, поставщики стран Турции, Македонии, Сербии, Белоруссии и Израиля новые. И в отличие от старых, отказываются работать без стопроцентной предоплаты. Повышение связано, опять же, с удорожанием цен на сырье, которое завозилось из стран, ныне запрещенных в ВОЗу. Плюс наши местопереработчики меняют сейчас свою логистику и будут работать со странами Латинской Америки. Также руководство супермаркета отметило, что ситуация не критическая. Уровень цен на социально значимые товары не должен повыситься вплоть до Нового года. Тем не менее, молочная продукция комбината ОАО «Молоко» подорожает с первого дня осени на 20%. Изделия с сыром «Зау русский хлеб» на 8%. А стоимость яйца птицы фабрики «Гуревская» уже повторно повысится на 15%. Остальные цены поставщиков вы можете проконтролировать на официальном сайте сети супермаркетов. И в продолжение темы. Сеть одного из продуктовых магазинов Польши планирует подарить около 40 тонн яблок. Калининградским школам. Такая новость появилась 25 августа на одном из польских информационных порталов. Мы внимательно наблюдаем за событиями. И нам не чужды проблемы Калининградской области, связанные с серьезными затруднениями в доступе к продуктам питания. В то же время мы не можем закрыть глаза на положение польских сельскохозяйственных предпринимателей и производителей, которые являются нашими партнерами по бизнесу. Директор сети магазинов уже попросил разрешения у посла России в Польшу Александра Алексеева на въезд в Калининградскую область пяти грузовиков. 40 тонн яблок Патрик Рено планирует распределить между 37 школами региона. Наша инициатива имеет социальное значение. Выходит за рамки политических разногласий, является выражением солидарности двух стран, а также выражением поддержки польских предпринимателей агропродовольственного сектора. На расстоянии 65 метров на сайте администрации города появился список объектов, возле которых нельзя продавать спиртные напитки. В него попало 104 учреждения. Напомним, с ноября администрация Калининграда определила расстояние от учреждений, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Объекты, возле которых нельзя продавать спиртные напитки, уже сейчас можно посмотреть на сайте городской администрации. Среди этих учреждений подростковые клубы, частные детские сады, коммерческие и государственные медицинские учреждения, спортивные школы, высшие и среднеспециальные учебные заведения. Необходимость дополнить список связана с появлением новых учебных и медицинских объектов. Максимальное расстояние, на котором допустимо продажа алкоголя, 65 метров, минимальная 30. Так, в список попали такие заведения, как Калининградский филиал Российского университета кооперации на улице Карла Маркса, детская школа Единоморс на улице Красной, стадион Балтика и более 100 других учреждений. Серьезные ДТП на дорогах области и украденные драгоценности. Подборку самых интересных криминальных событий смотрите прямо сейчас в нашей постоянной рубрике «Место происшествия». Днем в воскресенье на автодороге Русской Янтарной произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля БМВ на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии 23-летний автолюбитель и его спутницы с тяжелыми травмами были госпитализированы. Второй пассажир легковушки скончался на месте. Стоит отметить, что молодой человек управлял транспортным средством без водительского удостоверения. В это же время на трассе Калининград-Нестеров водитель автомобиля «Фольксваген» спровоцировал аварию с пятью машинами. 18-летний водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Опели Митсубиси». Водителя последнего откинул на встречку, где он врезался в «Ауди» и мотоцикл «Ямаха». Из-за удара водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулся с еще одним автомобилем марки «Фольксваген». В результате три человека госпитализировано. Двум назначено амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку. Сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, подозреваемый в квартирных кражах. В ходе досмотра оперативники обнаружили у него ювелирные изделия, которые были похищены. Если вы узнали на фотографиях свое имущество, просьба обратиться в отдел полиции номер 3, расположенный по адресу город Калининград, улица Нахимова, дом 21, либо по телефону, который вы видите на своих экранах. Региональным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело против мужчины, застрелившего жителя Узбекистана. Напомним, 21 августа в поселке Прибрежное между Калининградцем и пятью гражданами Республики Узбекистан произошел конфликт на бытовой почве. Подозреваемый достал из багажника своего автомобиля охотничье ружье и выстрелил под ноги своим оппонентам. Второй выстрел последовал сразу же, в живот 37-летнего гостя города. Осознав содеянное, мужчина схватил раненого и повез БСМП. Но от полученных телесных повреждений пострадавший скончался по дороге. По факту произошедшего, Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей убийства. Сейчас ранее несудимый калининградец взят под стражу. Расследование продолжается. Екатерина Степанова, служба новостей, город. Осторожно! Попробовав это блюдо, можно стать настоящим мексиканцем. В эту субботу во Фредерпургских воротах прошел фестиваль еды. Чем угощали калининградцев шеф-повара и в чем секрет обычного бутерброда? Смотрите в следующем материале выпуска. Кто-то ест бутерброд с помидоркой, это значит для него пришла посылка с Эквадора. Кто-то ест бутерброд с оливкой, это солнце Испании шлет нам свои сливки кто-то... Попробовать необычные бутерброды с привкусом Мексики, Италии, Германии в минувшие выходные мог любой калининградец. На фестивале гости с радостью пробовали экзотические блюда, а повара, в свою очередь, делили своими секретами. Если съесть ее, то можно, наверное, стать истинным мексиканцем сразу. Чтобы стать настоящим мексиканцем, хотя бы на полчаса повар Захар Комогоров предлагает отведать бутерброд собственного приготовления. Только правильнее его называть буррито. Его ингредиенты просты. Лепешка, тортилья делается из кукурузной муки. Что еще? И начинка. Начинка может быть любая абсолютно. Внутри, кроме овощей и мяса, также есть одна капля соуса табаско. Она-то задает вкус. Именно из-за нее мексиканские блюда часто называют жгучими. Кстати, если вы все-таки обожглись, не вздумайте запивать водой. Эффект ожога только усилится. Лучше использовать молоко. Ну а с теми, кто не верит, что рыбу можно есть гарниром из мяса, кулинары поспорили и привели вкусные и горячие аргументы. Азиатский сэндвич банми. Банми – это свинина, вымоченная в специальной баринаде. Маринад состоит из кунжутного масла и рыбного соуса. Рыбный соус – классика тайская и филиппинская кухонь. Готовится из мелкой рыбы. Те, кто его пробовали, впервые не могут точно сказать, какой у него вкус. Ни горький, ни сладкий, ни кислый и даже не соленый. Поэтому в Юго-Восточной Азии его называют пятым вкусом. Вот такими индонезийскими бутербродами бами угощали гостей в этот вечер. Для сладкоежек на фестивале еды приготовили мятный кофе с желатинками и какао с мармом шлоу – маленькими зефирками. Для любителей классики на выбор были предложены блинчики и шашлыки. Кристина Булыцына и Мария Калинина. Смужба новостей. Город. Кавалерийские атаки, выстрелы винтовок и пушечный зал погремели в эти выходные в поселке Лермонтово Гусевского района. Сотни реконструкторов из Белоруссии, Чехии, Польши и Большой России воссоздали военные баталии столетней давности. Отметим, губининское сражение августа 1914 года уже не раз было реконструировано. Однако подобного грандиозного размаха боевых действий жители и гости Калининградской области еще не видели. На одном из ключевых событий уходящего лета побывал и наш корреспондент Дарья Веклич. В минувшее воскресенье в поселке Лермонтово развернулся настоящий театр военных действий. В нем было задействовано рекордное для Калининградской области количество реконструкторов – около 500. На репетицию губининского сражения столетней давности у непрофессиональных актеров из разных уголков России и Европы было всего три дня. В самом непредсказуемом положении оказались кавалеристы. Их отряд сформировался из гостей Калининградской области, а вот лошадей для баталий предоставили местные конюшни. Всадник Анатолий Жуков признался, переживал, как лошади отреагируют на сотни оружейных выстрелов. Для лошадей, в общем-то, это стресс. Стресс они преодолевают вместе со своими всадниками, потому что для лошадей всадник – это доминанта. Если доминанта ведет себя хорошо, они очень быстро адаптируются к условиям. А в жизни, в те времена, лошадь готовили год для такого рода боя. В течение трех дней скакунов, так сказать, пристреливали. В итоге на поле боя движущая сила кавалерии выглядела как профессиональное военное подразделение. И вот мы видим, как оказалась захвачена вражеская батарея, фактически оказавшаяся без прикрытия. Профессионально в этот день выступили и другие воинские части. Ведь за плечами абсолютно всех участников реконструкции десятки псевдосражений. Да и самоподготовка к таким событиям длится годами. Мы заранее готовились к этому юбилейному году. То есть за полтора-два года стали собирать форму, снаряжение, чтобы выглядеть на уровне. Тем более, каждая юбилейная реконструкция, она предъявляет повышенные требования. И ожидаешь от нее тоже большего. Ну, к сожалению, от авиации не было. Авиация в этот день так и не пролетела над участниками реконструкции. Зато для усиления эффекта организаторы использовали пиротехнику, в частности, дымовые шашки. Были в их арсенале и другие хитрости. В сценарии сразу же скажу, что не следует ожидать точной копии боев того времени. У нас нет такого количества людей. И мы еще зажаты тем, что мы должны показать зрелище. Например, в бой сейчас у нас были введены броневики, которых на самом деле не было в этом сражении. Да, но вот как бы организаторы попросили, мы хотим больше зрелища, а вот можно будут броневики. Ну, вот мы несколько отошли. Кстати, рекордным в этот день было не только количество реконструкторов, лошадей и орудий. Стать очевидцами воссоздания губинницкого сражения приехали почти 70 тысяч зрителей. Мероприятия освещали не только местные, но и федеральные телекомпании. А на трибунах можно было увидеть не только первых лиц города и области. За военными баталиями наблюдал и епископ Балтийский Серафим. Военные баталии закончены, как сто лет назад. Победа осталась за русской армией. И вот сейчас наступает самый интересный момент. Все пришедшие зрители могут выйти на поле боя, пообщаться с реконструкторами и даже выстрелить из настоящей винтовки, которая по закону жанра заряжена холостыми патронами. Также после боя атрибуты военной реконструкции, как и сами ее участники, стали живыми декорациями для многочисленных фотографий. Не удержался от фото и видеосъемки и губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Ну а те, кто все-таки не смог посетить одно из ключевых событий лета, ждут ровно через 4 года на том же месте, чтобы отметить столетие с момента окончания Первой мировой войны. Дарья Веклич, Станислав Куркин, Служба новостей город. Еще одно историческое событие произошло в эти выходные. В полутора километрах от Гусева открыли скульптурную композицию памяти забытой войны, изменившей ход истории. Автор нового творения – российско-американский скульптор Михаил Шемякин. Поучаствовал в церемонии открытия министр культуры России Владимир Мединский. Я скажу честно, я даже на рисунке, на эскизе памятника не видел, мне самому очень интересно. Давайте поблагодарим компанию, поблагодарим автора этого памятника. И будем надеяться, что действительно вокруг этого памятника соберется и сквер, и парк, и поселок, и университет. Новая скульптурная композиция посвящена событиям Первой мировой войны. Фигуры из неможенного солдата, а также матери и сестры. Художник Михаил Шемякин изготовил в Америке. Там, по мнению автора, бронза лучше по качеству, чем в России. По задумке скульптора, памятник должен передавать главную эмоцию войны – трагедию. Поэтому его композиционное решение было максимально простым. Элементы самые простые, я сказал, колесо истории, как бы вообще фигуры солдата, которые одновременно ассоциируются с фигурой Христа, естественно, будет. Ну и мать, или сестра, или вдова. Мы все время говорим или о победах, или о потерях, и все. Но всегда забываем о том, что прежде всего страдают женщины, которые отправляют своих мужей, матери, которые отправляют своих сыновей, сестры, которые теряют братьев. Об этом, как раз в этом памятнике хотелось сказать. За спинами главных героев композиции – изюминка мемориала. Гранитные столы, в которые вмонтированы фотографии участников Первой мировой. Как признался Михаил Шемякин, это настоящий раритет. И он специально заказывал их из архивов Москвы и Франции. Отметим, что для нового памятника уже обустроили целый мемориальный сквер. Аллею к скульптурной композиции памяти забытой войны украшают металлические инсталляции солдат, в центре которой гигантский шар войны, который олицетворяет собой все ужасы кровопролитных сражений четырех лет. Сразу после рекламы вы увидите. Приголя окрасится в кислотно-зеленый цвет. Стоит ли волноваться местным жителям? Калининградка Светлана Санина ищет новый дом для лисы. Сбитая машиной животное она подобрала на трассе. Три дня, 45 работ и больше 20 участников со всего мира. В Калининграде прошел фестиваль короткометражных фильмов «Короче». Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Лицам с двойным гражданством нужно срочно обратиться в ОФМС, а Приголя станет кислотно-зеленый. С этими и другими не менее интересными новостями вас познакомит моя коллега Дарья Веклич в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Здравствуйте! Придется потерпеть еще неделю. Потребителям теплостанции «Цефрус» включат горячую воду только к 31 августа. Ранее котельную обещали запустить уже в этот понедельник, 25 числа. Причиной задержки стали работы по демонтажу кирпично-дымовой трубы на объекте. Без горячего водоснабжения теперь остаются жители домов на улицах Белинского, Воздушной, Красносельской, Менделеевой, проспекте Победы, Тенистой аллеи и других. Все проживающие в Калининграде лица с двойным гражданством должны немедленно уведомить об этом органы ФМС. В противном случае их ждет уголовное наказание. Несвоевременная подача уведомления и ложные сведения чреваты административной ответственностью. Извинения в законодательство уже вступили в силу сообщить о гражданстве другого государства или праве постоянно проживать за рубежом, нужном до 4 октября. Письменные заявления по почте и лично начали принимать с прошлой недели. Калининградцы смогут летать по России дешево, аэрофлот создаст новую низкобюджетную авиакомпанию. Прошлый лоукостер Добролет остановил полеты из-за санкций, сейчас разрабатывается бизнес-план проекта. Рейсы могут начаться уже 27 октября, о будущих направлениях пока не сообщается. Среди возможных претендентов Самара, Волгоград, Сочи, Уфа, Санкт-Петербург и другие. А вот летать в Крым компания пока не планирует. При голе окрасится в кислотно-зеленый цвет, но власти просят калининградцев не беспокоиться, это безопасный органический краситель. С его помощью во вторник, 26 августа, водоканал проверит на герметичность ливневой канализации в районе улиц Виктора Гюго и Житомирской. При этом вещество может попасть в реку, в результате вода возле Дворца спорта «Юность» на некоторое время станет ярко-зеленой. В Калининграде появится новый кинозал, причем совсем в необычном месте на территории форта номер 5. Сейчас памятник открыт каждый день с 11 утра до 8 вечера, билет обойдется в 50 рублей для взрослых и 20 для детей. Курсы валют на 26 августа, доллар США 36 рублей 12 копеек, евро 47 рублей 66 копеек, литовский лид 13 рублей 80 копеек, польский злотый 11 рублей 39 копеек. Это были все новости короткой строкой до встречи в следующих выпусках. Калининградка Светлана Санина ищет дом для своего нового питомца – дикой лисы. Хищница была сбита машиной и оставлена умирать на обочине. Неравнодушные люди подобрали животное и временно пристроили его у Светланы. Алиса или моя красавица – так называет Светлана свою новую питомницу – годовалую лисицу. Сейчас животное уже чувствует себя хорошо, без труда встает на все лапы и различает предметы у людей. Но, как рассказывает девушка, еще пять суток назад животное не ходило и у него были проблемы со зрением. На сегодняшний день Алиса различает и с удовольствием ест не только мясо, а также яйца, фрукты и рыбу. Покупать – это все дорогое удовольствие, но, как рассказывает девушка, уже нашлись неравнодушные люди, оказывающие финансовую помощь. Также благодаря интернету нашлись и те, кто помогают полезной информацией. Помимо рекомендаций по уходу и питанию, специалисты по лисам советуют не выпускать питомицу обратно в дикую природу. Ну, конечно бы, очень бы хотелось выпустить ее обратно в дикую природу. Но люди, которые занимаются лисами, которые со мной сейчас связались, они говорят, что лиса сейчас очень сильно привыкнет к человеку. Во-первых, если какая-то будет ситуация, она просто из леса выйдет к человеку, а люди у нас адекватные каждый сам по-разному. Чтобы животному вновь не столкнуться с человеческой жестокостью, Светлана ищет в своей питомице новый дом, где есть необходимые условия для ухода за лисами. Кристина Булыцына, Мария Чеботарева и Станислав Куркин, служба новостей «Город». Три дня, 45 работ и больше 20 участников со всего мира. В Калининграде прошел фестиваль короткометражных фильмов «Короче». Главная его задача – найти новых режиссеров. Ведь «Короче» – это самый короткий путь в большой кинематограф, уверены члены жюри. Наша съемочная группа попыталась узнать у молодых участников, именитых актеров и режиссеров, как снять самый короткий и самый лучший фильм. Все подробности в следующем материале выпуска. На протяжении трех фестивальных дней наша съемочная группа пыталась разгадать состав успешного короткометражного фильма. Оказалось, что первое и самое необходимое – это желание. Такого мнения придерживается победительница этого года Галла Суханова. Ее картина «Проверка» была признана лучшей. Сюжет простой. Служба соцопеки проверяет неблагополучную семью с намерением забрать ребенка в детский дом. Но он натыкается на любопытную находку. Молодой режиссер рассказывает, что в работе над такой короткой, но такой непростой картиной ей помогало несколько вещей. Три вещи – это желание снять что-то, воля и бесстрашие. Второе, без чего не может обойтись фильм – это идея. И, как отмечают режиссеры, главное – ответить себе на вопрос – зачем ты снимаешь эту картину? Таким вопросом задаются не только победители, но и участники. Калининградка Любовь Матюнина в подобном фестивале участвует впервые и снимает обычно другие картины – документальные. Но она уверена – идея и эксперимент – это основные инструменты творца. На мой взгляд, первое – это, конечно же, самое главное – это идея. Это зачем ты хочешь снять этот фильм, о чем этот фильм. И я думаю, когда есть понимание того, о чем это и зачем, вырисовывается следующее понимание, как это сказать. Это тоже важно знать. Ну и потом, я думаю, что это работоспособность и умение экспериментировать. Не бояться экспериментировать советует и именитый режиссер Михаил Сегл. В этом году на фестивале «Короче» он представил свою новую ленту – кино про Алексеева. И на правах учителя дал молодым режиссерам пару советов. Я думаю, что те люди, которые, тем более здесь уже на кинофестивале, которые отобраны среди многих и так далее, весь огромный путь, самый сложный, уже пройдет. Дальше будет только легче, легче и еще раз легче. Третье и заключительное условие – главное начать. Как говорят именитые режиссеры, если вы сняли первый фильм, за ним обязательно последует второй. И, возможно, это уже будет не короткометражный фильм. Ход между коротким метром, хорошим уже, который является, который серьезно работает, и полнометражным фильмом, дальше уже дорога очень короткая. Надо только написать сценарий, найти продюсера. Насколько легко превратить короткий метр в полный, мы сможем узнать ровно через год. На третьем российском фестивале короткометражного кино «Короче», который вновь привезет в наш город молодых, талантливых и амбициозных режиссеров, продюсеров, сценаристов и актеров. Все? Снято? Анастасия Орехова, Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город. В рамках фестиваля «Короче» также показали оцифрованные копии легендарного фильма «Бра-2». Как объясняют продюсеры, это сделано, чтобы увековечить память режиссера Алексея Балабанова и исполнителя главной роли Сергея Бодрова. На презентацию нового старого фильма приехал брат Виктор Сухоруков. На пресс-конференции он впервые после смерти Балабанова рассказал об их совместной работе. Я почему согласился приехать и впервые, наверное, после смерти я впервые заговорил, заговорю и об Алексею. Буду искренен, буду исповедален. Я этого как раз и не хотел, и не хочу этого, но по-другому я, наверное, про Балабанова-то и не смог бы. И не смогу, и, наверное, то, что я приехал и сговорил с вами, это исключение. Такое исключение исправил актер сделал потому, что благодаря Алексею Балабанову и фильмам «Брат» и «Брат-2» к нему пришла слава и популярность. И вот «Брат-2», конечно, для меня это ожерелье судьбы, подарок. Меня узнали, я буду не скромен, во всем мире, во всем мире узнали. Виктор Сухоруков рассказывает, что больше любит фильм «Брат», но с радостью пересматривает и второй. И каждый раз находит глубокие мысли и идеи в картине. А я тут его пересматривал и думаю, как интересно, в каждом кадре какой-то, знаете, какой-то урок. Сидят, мерзнет Мерлин, проститутка, и говорит, по-моему, твой брат козел. А он говорит, он брат мой. Вот и все. Вот и все. На пресс-конференции актер раскрыл еще одну тайну и признался, что рассказывает об этом впервые. Я имею право, ты говори, сделать «Брат-3». Я в наглую, цинично, современно ему заявлял, ну и не получится фильм, черт с ним, зато миллионы заработаешь и будешь делать свое кино. И вдруг он мне говорит, я впервые это скажу. Я не знаю этого времени. Продюсеры и кинокритики высказывают разные мнения насчет третьего, так и не снятого фильма. Но актер Виктор Сухоруков, несмотря ни на что, остается благодарен Алексею Балабанову за совместную работу и жалеет, что им так и не удалось проститься. Мы неожиданно расстались. И неожиданно прекратили сотрудничество. И он ушел, и мы расстались, не попрощавшись. Это меня мучает, это меня огорчает. И я все равно этим дорожу. Анастасия Орехова, Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город. Пробки, которые войдут в историю и причуды летней погоды. Все это калининградцы обсуждали сегодня в интернете. Что еще запостили, лайкнули и твитнули пользователи в своих аккаунтах, смотрите в нашей постоянной рубрике «Социальные сети». Типичное калининградское лето. Город в августе. Если раньше такие фотографии считали подделками, то после просмотра этого видео сомнения отпали сами собой. Оно снято на прошлой неделе на одной из трасс области. Худший выходной в моей жизни. Примерно такие ощущения остались у калининградцев после реконструкции Бумбининского сражения. Всему виной огромные пробки, которые войдут в историю, пишут пользователи. Некоторые возвращались с праздника более четырех часов. На двух полосах дороги машины стояли в три ряда, дежурили сотрудники ДПС. Даже в местной Чебуречной было целое стопотворение. Осторожно электричество. Калининградские уличные художники раскрасили стены одной из трансформаторных подстанций в центре города. Граффити сделаны в первую очередь для детей и предупреждают об опасности тока. Вместе тесно, а грозь скучно. Вот так отдыхает семейство козлов в Калининградском зоопарке. Несмотря на то, что животные едва помещаются на скамейке, некоторые умудряются даже спать в таком положении. Если вы хотите, чтобы ваши отчеты попали в наш эфир, давайте дружить в социальных сетях. Выкладывайте свои фото и видео с хэштегом Первый городской канал. Адрес вы видите на своих экранах. Ну а теперь пришло время вам поделиться своими историями. Наш эфир продолжит рубрика «Хорошие новости». Мы перевелись в садик, который находится ближе к дому. Мы счастливы. Я болел долгое время, неделю почти. Я вот позвал его погулять и очень нравится. Он классный чувак. Прекрасная погода, шикарное настроение. Проснусь очень бодрое. Главное, чтобы такая погода стояла до конца августа. Веселитесь, улыбайтесь. Всем хорошего настроения. У меня много хороших новостей. Я вот тоже с другом своим лучшим иду гулять. И встречаю многих друзей из лагеря. Вообще классно у нас все. Нет, вообще я очень хочу в школу. Там же весело, там друзья. Там новые какие-то ощущения. Я в новый класс перехожу. Может быть, новые друзья появятся. Хорошая новость. Сегодня хорошая погода. Прекрасное настроение. Я желаю всем гражданам Калининграда такое же настроение, как у меня. Солнечное, радостное, крутое. И по традиции завершает наш выпуск прогноз погоды. С ним вас познакомит наша ведущая Людмила Мунтян. Новые окна до холодов плюс реальная экономия. Только с 20 августа по 20 сентября скидка на окна Друтехс 20%. В подарок каждому покупателю антивзломная фурнитура и блокировочная ручка для безопасности вашего ребенка. А ваши родители знают? Оконный континент. Официальный представитель европейского завода в Калининграде. Звони 77 99 88. Здравствуйте. По народному календарю завтра 26 августа. Тихон Страстной. На Тихона отправлялись в леса за грибами. Считалось, чем их больше, тем плодороднее следующий год. В этот день наблюдали за ветрами. Считалось, если они дули тихо, то ожидали ветра на несколько дней вперед. Ну а если сильный ветер, то ожидался дождливый сентябрь. По прогнозам интернет-сми, завтра в Калининграде малооблачно пройдет небольшой дождь. Ветер западный с порывами до 4 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 17 градусов. На ночь ожидается также малооблачная погода и небольшой дождь. А столбик термометра не поднимется выше 11 градусов. Спасибо за внимание. Сейчас наш эфир продолжает постоянная рубрика «Страна советов». Профессионалы в области красоты раскроют телезрительницам секрет о том, как изменить свой образ до неузнаваемости с помощью прически. Самый модный тренд сегодня – индивидуальность. Задача парикмахера – увидеть и подчеркнуть природную красоту каждого клиента, раскрыть его уникальность, придать ей огранку и лоск. Для этого есть различные средства. Например, окрашивая волосы в салоне, можно получить максимально натуральный цвет. Но при этом вся седина будет скрыта или наоборот придать волосам яркий блестящий цвет, который будет привлекать восхищенные взоры. Ну а обладательницам роскошных длинных волос подойдет тонирование с эффектом ламинирования. Во время процедуры буквально каждый волос покрывают прозрачной пленкой, которая защищает, уплотняет, лакирует и придает легкий оттенок. А вот главный принцип современного образа – легкость и естественность. Сейчас в моде легкая небрежность, различные локоны и замысловатые простые плетения. И на данной прическе я хочу все это совместить и показать, как это может гармонично и красиво смотреться. Эту прическу можно легко трансформировать, добавив какие-нибудь красивые украшения или аксессуары. Можно прийти с ней на свадьбу, на вечеринку, на дискотеку или просто на прогулку. Есть решение и для тех, кто мечтает о головокружительных кудрях. Современный способ перманентной завивки не разрушает структуру волос, как это было раньше, а напротив, интенсивно ухаживает на протяжении всей процедуры. Это могут быть как легкие волны, так и локоны разной интенсивности. Ну а для того, чтобы создавать роскошные прически, нужны прежде всего ухоженные и сильные волосы. Выявить проблемы волос и подобрать правильный уход сегодня помогает компьютерная диагностика кожи головы. Мы предлагаем компьютерную диагностику кожи головы, решение проблем с истончением, вредением и выпадением волос. Устраним проблему сухости, ломкости и тусклости волос. Также решим проблему с сухой или жирной кожей головы. А также выявят и предотвратят выпадение волос и найдут причины появления перхоти, ведь ключевой секрет красоты и здоровья волос – вовремя обнаружить проблему. Преобразить ваши волосы или полностью изменить образ вам помогут в салоне-магазине «Розовая чайка». Главный принцип работы стилистов этого салона – превратить недостатки ваших волос в преимущества, которые максимально облегчат укладку. Здесь вас с удовольствием научат делать это в домашних условиях, подберут продукты и инструменты для ухода и укладки. Для продвинутых клиентов с концепцией здорового образа жизни в арсенале салона есть гипоаллергенная краска для волос нового поколения. И как завершение образа вам будет предложен макияж от дневного до подиумного. Приглашаем вас в салон-магазин «Розовая чайка». Мы работаем с марками премиум-класса «Вэлла Профессионал», «Лондо Профессионал», «Себастин» и «Ниоксин». Также наш салон приготовил приятный подарок. Наших клиентов в последнюю неделю лета ждет бесплатная компьютерная диагностика кожи головы. Ждем всех желающих. Ну а скоротать время в ожидании собственного преображения можно за чашкой только что сваренного кофе или чая. Салон-магазин «Розовая чайка» Карла Маркса, 23. Запись по телефону 93-77-40. Салон-магазин «Розовая чайка». Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей «Город». Всего вам доброго и до встречи.